МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ольга из Красноярска спрашивает. После смерти матери я стала единственной наследницей, но не вступила в наследство. Сейчас хочу продать квартиру, в которой прожила 4 года и исправно оплачивала услуги ЖКХ. Однако документы не оформлены. Что нужно сделать, чтобы восстановить пропущенные сроки принятия наследства? На сегодняшний день принять наследство нужно двумя способами. Путем обращения к нотариусу в течение 6 месяцев с подачей заявления о принятии наследства, либо путем совершения фактических действий, который, наверное, как раз и совершила Ольга из Красноярска. Если на сегодняшний день она представит нотариусу документ, подтверждающий, что на дату смерти она проживала совместно со своей мамой, то я полагаю, что можно обойтись без суда и получить свидетельство о правильном наследстве у нотариуса, если такой факт будет подтвержден. Алексей из Красноярска спрашивает. Собираюсь приобрести квартиру, но в настоящее время она находится в залоге у банка, а у меня имеется задолженность по ипотеке. Я опасаюсь передавать деньги за недвижимость напрямую владельцам. Возможно ли это сделать через нотариуса? Залогодатель не вправе отчуждать предмет залога без согласия залога держателя. Во-вторых, согласно статье 353 Гражданского кодекса Российской Федерации, в случае перехода прав на заложенное имущество от залогодателя к другому лицу, новый собственник приобретает права и несет обязанности залога дателям. В связи с этим, здесь, наверное, стоит рассмотреть два варианта развития событий. Первый вариант, если все же банк выразил свое согласие на заключение такой сделки, и приобретатель квартиры готов пойти на такой рейс, то можно заключать договор, и порядок расчета может быть предусмотрен сторонами любой, в том числе через депозитный счет нотариуса. Во втором случае, можно поступить следующим образом, заключить трехстороннее соглашение между продавцом, покупателем и банком. Рубрика подготовлена при поддержке Красноярского регионального отделения Ассоциации юристов России.